В Азербайджане помилован блогер Александр Лапшин, которого летом... ...восещение горного Карабаха без ведома... Он был задержан в Беларуси по требованию азербайджанской страны. Я думаю, что это жестокий кровавый режим, чем-то напоминающий сталинский. Ну, в Азербайджане оказался, потому что ездил в Карабах в 2011 году, написал об этом статью, они меня внесли в их черный список. Но, несмотря на этот черный список, в 2016-м они сами же пригласили меня в Баку на Формулу-1 на автогонке, сами же оплатили билет. И хотя я знал, что я в черном списке, и организаторам я написал, что вы в курсе, что меня внесли в черный список за поездку в Карабах. А организатор была итальянская компания Пирелли. И, насколько я понимаю, с властями Азербайджана это, наверное, было и не связано, поскольку они занимались рекламой для вот этого автомобильного бренда. И в итоге я приехал в Баку, я побывал на Формуле-1, я сделал проявленный репортаж, плюс я поездил по Азербайджану, ну, как турист, как путешественник провел там неделю, и потом уехал. И через некоторое время, примерно недели через две, мне стали армянские друзья скидывать ссылки на статьи в азербайджанских СМИ, где была написана «Катастрофа», «Лапшин пробрался в Баку», «Армянская разведка» в сердце Азербайджана, ну и прочие глупости. Мне это показалось смешным, потому что сами меня пригласили, сами мне все оплатили, и теперь меня называют армянским шпионом. Я в блоге написал, что это абсолютный бред и абсурд, и когда власти Азербайджана пишут такие глупости, то это совершенно неприемлемо. Я не сторонник теории конспирации, я думаю, просто глупость. То есть это тот случай, когда одна рука не знает, что делает другая. То есть одни азербайджанцы меня приглашали, другие азербайджанцы меня искали. И, видимо, то, что я находился там, будучи в черном списке, и прошел паспортный контроль аэропорта Баку, и никто ничего не заметил. Ну, видимо, как-то ударило по руководству спецслужб Азербайджана и показал, что они ни на что не годны. Собственно, они ни на что и не годны. И они, видимо, решили изначально просто мне отомстить на уровне вот таком вот личном. А потом, когда вся эта история уже раскрутилась и вышла уже на межгосударственный уровень, и в этом оказались тянуты и Россия, и Израиль, и Белоруссия, и Армения, и Европейский Союз, и Америка, видимо, они поняли, что это слишком дорого им обходится, и уже вышла на уровень Ильхама Алиева, и они уже принимали решение вот на этом уровне. Они меня арестовали в Минске. Два месяца я находился в Минске, в белорусской тюрьме, и все это время, как мы теперь уже знаем, шел торг между руководством Белоруссии, Россией, Азербайджаном и Израилем. Видимо, кто больше за меня даст. Причем речь идет не про деньги даже, а скорее про, например, Азербайджан был вынужден купить комплексы Полонез для азербайджанской армии, которые, в общем-то, им были не нужны. Но взамен на меня Лукашенко им вот это вот дело навязал. Мы его должны передать Азербайджану. Фактически, кроме Азербайджана, ни одна другая страна мира не изъявила желанию Белоруссии покупать комплексы, которые не очень высокого качества. Какие у нас основания его не отдавать Азербайджану? И кроме того, есть информация, что Лукашенко вел переговоры с Алиевым о списании долгов за кредит, которые были получены от Азербайджана для оплаты российской нефти. Ну, в общем, суммарно я обошел с Азербайджаном где-то от 200 до 400 миллионов долларов. По закону в Азербайджан? Видимо, они не хотели, чтобы этого случилось, но они уже зашли так далеко, что пришлось уже бросить все ресурсы государства на это. Они меня привезли туда, и я находился в первые месяцы в азербайджанской тюрьме. Они только готовились судить, а уже вовсю шли переговоры и с Россией, и с Израилем о том, что как-то надо из этой ситуации выходить, потому что Азербайджан, в общем-то, создал головную боль для России, показав, что мнение Путина его не интересует, а это большая ошибка, так считай, в этом регионе. Второй он ударил по своему союзнику Израилю, который был категорически против моей выдачи из-за даже неотношения армении с Азербайджаном, просто потому что Израилю достаточно врагов. Если кто-то будет вот так хватать израильских граждан и арестовывать их, потом этим воспользуются, и завтра в розыск объявят израильских офицеров, которые там что-то сделали на палестинских территориях. То есть все были против, Европа заявляла протесты, даже высказали в Госдепартаменте американском. И, по сути, Азербайджан не знал, как выйти из этой ситуации. Они решили меня судить, чтобы показать своему народу, что Великий Алиев не может вернуть Карабах, но, по крайней мере, с Великим Лапшиным он способен справиться. Причем, что интересно, в Азербайджане до этой ситуации вообще никто не знал, кто я такой. Причем в Армении большинство людей тоже. И это некий абсурд. Ну, видимо, у него такие советники, которые в итоге его доведут до того, что он придется уйти, покинуть власть. То, что они зашли в тупик, они стали меня судить. Параллельно они вели переговоры и с Россией, и с Израилем о том, что надо все это заканчивать, потому что они продолжают подрывать авторитет и России, и Израиля, которые были против этого. Плюс активно шли поставки израильских вооружений в Азербайджан. И это происходило параллельно с моим арестом. Азербайджан задержал некие платежи. Там транши должны были происходить примерно раз в неделю по 20-30 миллионов долларов. Ну, технические детали, которые мы теперь уже знаем. И из-за кризиса и падения цен на нефть Азербайджан на 2 или 3 месяца задержал платежи. В Израиле все были в ярости из-за этого. И плюс я находился в тюрьме. И все это упало на Алиева. Но также была информация о том, что есть силы внутри руководства Азербайджана, которые хотят завести эту ситуацию в полный тупик, ну, а дословно меня убить. Об этом мне сообщили еще дипломаты, которые меня навещали в тюрьме. Они сказали, что делают все возможное, чтобы предупредить любые инциденты. Но есть некие силы, которые могут это сделать. Поэтому были поданы запросы Генпрокуратуры Азербайджана, что есть информация, что меня собираются убить прямо в азербайджанской тюрьме на имя генерального прокуролога, прокурора Горалова. На что мне пришел ответ, что проверка установлена, что опасности нет. Через примерно 2 недели после этого ответа на меня напали в тюрьме, избили, задушили. Я на 3 дня оказался в реанимации в Бакинском госпитале с переломами, вот эта штука, которая держит шею при травмах горла и позвоночника, с гематомами на лице. И, как я уже потом узнал, в этот же день азербайджанские СМИ опубликовали информацию, что я якобы повесился, что я совершил суицид. Хотя напали четверо человек в масках, избили, задушили. И еще потом, как уже стало известно, когда я был без сознания, они вокруг шеи обмотали веревку и повесили меня, чтобы остался след. Вот этот трангуляционный, вот эта сетка, остается при повешении. Но по непонятной причине, когда человек вешается, шов должен быть вот здесь, потому что веревка вот здесь. Но, видимо, душили люди, которые очень неопытные в этих вопросах, и поэтому они душили меня, видимо, когда я лежал на полу и следовал видеть. И, видимо, Алиев, испугавшись этой ситуации, немедленно меня помиловал. Я пришел в себя в бакинской больнице через три дня после нападения. Я лежал в реанимации, в масках, подключенных к приборам, капельницам. Возле меня был израильский генеральный консул в Баку, рядом был мой адвокат, и были какие-то еще азербайджанские военные, которые рядом стояли. Я в первый момент не мог понять, что происходит. Я попытался спросить, но у меня в горле была вот эта вот трубка искусственного дыхания, и я ничего не мог сказать. Я там, помню, писал на бумажках, что произошло, и мне отвечали, что, значит, ты повесился, но им удалось тебя спасти. Я попытался сказать, что я не вешался, что меня пытались убить, но генеральный консул Израиля мне посоветовал сейчас замолчать. Мне сказали, что Алиев тебя помиловал. Вот как выберешься отсюда, приедешь в Израиль, можешь сделать любые заявления, и мы на самом деле все знаем, что реально произошло, просто сейчас не надо ни о чем говорить. Я там пролежал три дня, через день примерно прилетела моя мама из Израиля, причем прилет ее был очень странный. Она меня и раньше дважды навещала в тюрьме за эти девять месяцев. Но в последний приезд получилось еще и так, это был ее день рождения. То есть фактически ей позвонили из Азербайджана, в ее день рождения гости сидели за столом и сказали, что твой сын повесился. И сказали, приезжай на опознание, ну вот что-то такое. Она купила первый же билет, первым же рейсом она прилетела в Баку, ее внезапно в аэропорту встречали азербайджанские полицейские или спецслужбы, и вместо отеля, который она забронировала на сайте Букинг, ее повезли сразу в больницу. И когда она сказала, что давайте хотя бы чемодан оставлю в отель, и сказали, никого в отеле не будет, вы будете с сыном находиться в больнице под нашей охраной. И она не могла понять, что происходит, потому что вся больница была полна полицейских, этаж, на котором я находился, там кроме меня вообще никого не было, они из всего отделения реанимации вывезли всех пациентов. То есть фактически целый этаж они очистили. Мама говорит, были солдаты с автоматами, каждого, кто заходил на этаж, его обыскивали, при входе в больницу были полицейские. То есть она говорит, что не в больницу попала, а воинскую часть. И ей объяснили, что есть какие-то силы, которые могут на нее напасть. Но кто эти люди не объяснили. Также мама меня навестила, я видел, как она плакала, я ничего не мог ей ответить, потому что вот была эта трубка в горле. Но она мне сказала, что ее положили спать в соседнюю палату, вот на обычную больничную кровать. И с ней же в комнату положили женщину-полицейскую, азербайджанку. И поскольку туалет был дальше по коридору, а не в комнате, ей сказали так, что вы стучитесь в дверь, подойдут солдаты и с вами пойдут в туалет. То есть вот до такой степени. Когда мама выходила в туалет, с ней ходило двое-трое солдат с автоматами. И перед тем, как она заходила, шел солдат с палкой, и вот он в мусорных баках там ковырялся, что-то искал, проверял. Если он видел, что все нормально, он выходил, тогда мама заходила. То есть, видимо, реально была опасность нападения. И, видимо, Алиев понимал, что если он меня срочно не помилует и не отправит в Израиль, меня просто в итоге убьют, а обвинят во всем его. Другого объяснения у меня нет. К власти отношусь очень плохо. Я думаю, что это жестокий кровавый режим, чем-то напоминающий сталинский, плюс использующий нацистскую идеологию в отношении, например, армян. И мне, как человеку с еврейскими корнями, это знакомо. И те вещи, которые они говорили на допросах, которые они говорили между собой, о том, что жалко, что турки не доделали свое дело, у нас бы сейчас был бы свободный Карабах в оставе Азербайджана. Или там, что армянские женщины ни на что не способны, кроме как обслуживать мусульманского мужчину. Ну и разные вот такие вот вещи. Если бы их говорили просто какие-нибудь там, уголовники в тюрьме, ладно, но когда это говорили про генералы, когда это говорили прокуроры, это уже серьезно. И я считаю, что эта власть Азербайджана, она опасна не столько для Армении, сколько для собственного народа. И у них сейчас очень большие внутренние проблемы, и я очень надеюсь, что кончатся тем, что этот режим падет. Ну, пока это все в теории, хотелось бы написать книгу и назвать ее «Бакинский экспресс». Был такой фильм «Полуночный экспресс» про американского туриста, попавшего в турецкую тюрьму из-за наркотика. А я попал в бакинскую тюрьму из-за Карабаха. И, в общем-то, в этом очень много похоже. Во-первых, фактически тот же народ, та же религия, тот же менталитет, та же агрессия против людей другой веры, других взглядов, та же пропаганда. И, в общем, ну, наверное, тот же беспредел и бардак. Мне действительно кажется чем-то ненормальным, когда в самой охраняемой тюрьме Азербайджана и самый, видимо, охраняемый заключенный в тюрьме вдруг подвергается нападению. То есть это показывает, насколько Ильхам Алиев реально потерял контроль над ситуацией в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова